Приветствую вас. Если говорить о мужской психологии, то ситуация здесь складывается в следующее. Мужчины по своей природе вообще не особо любят, не особо ценят и не особо акцентируют внимание именно на словах, именно на каких-то таких романтических поступках. Мужчины, как правило, ну какая-то часть мужчин, они, как правило, больше внимания уделяют именно поступкам. Если вы хотите понять, есть ли у мужчины какие-то к вам чувства, то то, что вы реально можете сделать, это гораздо эффективнее, гораздо эффективнее и правильнее будет проанализировать его отношение. Всего отношения именно к вам. То есть, как он относится к вам. Как он воспринимает вас. Как он позиционирует вас. Как он ведет себя с вами. Вот. То есть, сделает ли он что-то для вас. Как-то, не знаю, проявляет он себя как-то, вот, ну, по отношению к вам, да, или нет. То есть, вот это имеет гораздо больше основания и гораздо больше смысла, нежели чем проявление его в виде словах и вообще, собственно, сами слова. Вот. Сами слова, они имеют куда меньше значения именно для мужчин, и это нужно очень хорошо понимать. По крайней мере, по крайней мере, делать на этом акцент, что вам, как женщине, слова нужны и важны, я это, в принципе, понимаю. Но мужчина, он все-таки другой, да, и для мужчины слова не так важны. Конечно, некоторые мужчины проявляют свои чувства через слова, но могут это сделать далеко не все, далеко не каждый, и это тоже нужно учитывать. То есть, ситуация такая. Ага, если, 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 если мужчина со всеми ведет себя так, как с вами, да, то с большей долей вероятности чувств с него к вам нет. Если мужчина, вот, ко всем, значит, ну, ко всем проявляет эмоции, а к вам нет, значит, то, соответственно, чувство у него к вам в большей степени есть, то есть, скорее, да, чем нет. Ну, и, соответственно, необходимо определить, почему вы рассматриваете для себя такую возможность, как, например, ждать или завоевывать человека, то есть, вот, откуда вот эта вот позиция у вас, чем она продиктована, эта позиция. Не продиктована ли она неуверенностью в себе, с вашей стороны, или, может быть, напротив, она продиктована какой-то другой позиции, например, скажем, убеждением, что, ну, что мужчин можно завоевывать, что мужчин, что не только, ну, не только мужчина может завоевывать, да, но и женщина может это делать. Понимаете? То есть, тут вот надо определить ваше субъективное отношение к этой ситуации. Именно в целом, почему оно такое, с чем оно связано, понимаете? На мой взгляд, это очень важно, потому что, ну, если вы, например, готовы ждать, и если вы готовы ожидать даже себе, там, например, во вред, то ничего хорошего в этом нет, конечно, и никакого положительного результата вы не получите в любом случае, потому что мужчина всегда будет вас немножечко недооценил. Если же у вас такое уважение, что женщина может проявлять инициативу в отношениях с мужчиной, то в таком случае все здорово, но нужно, чтобы вы занимали более активную позицию, потому что мужчины могут быть разные, может быть, ваш мужчина просто-напросто боится проявить эти чувства, чтобы вас не испугнуть, например, а вы достаточно стеснительный человек, чтобы самостоятельно проявить, так сказать, свою заинтересованность в нем. И в этом смысле я даже мог бы вам рекомендовать сперва именно то, чтобы вы просто попробовали с ними сблизиться. То есть просто посмотрите, что будет, если вы с ними сблизитесь. Просто посмотрите, что будет, если вы с ними сблизитесь. Как он на это отреагирует, как он на вас примет. На мой взгляд, это гораздо такое более безопасное для вас поведение, нежели чем прям откровенно спрашивать у него, что ты ко мне чувствуешь и так далее. Кричать, конечно, вам, но, на мой взгляд, это то, что вы можете сделать. То есть не стоит ждать от мужчины того, кто будет говорить на вашем языке. На вашем языке мужчины говорить не будет и не может. Потому что он мужчина, именно мужчина. Вот, собственно, то, что можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Я думаю, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.